К новостям в соседней стране. Кыргызские предприниматели просят правительство отсрочить внедрение обязательной цифровой маркировки товаров. В условии кризиса для многих бизнесменов это дорогостоящее удовольствие. Кроме этого, не налажена сама система отслеживаемости товаров. Хотя в республике уже есть предприятие, занимающееся разработкой и внедрением электронной сертификации. Подробности в сюжете. Как говорят кыргызские предприниматели, оборудование и программное обеспечение для цифровой маркировки дорогое, внедрить его в производство сложно, а найти качественных производителей таких комплексов трудно. Но, как говорят эксперты, само наличие цифровой кодировки на товаре вовсе не означает, что система отслеживания продукции сразу же заработает. Даже если на кыргызстанских предприятиях уже завтра станут маркировать выпускаемый ассортимент товаров, никто из контролирующих органов не сможет зафиксировать момент производства, доставки и дальнейшей продажи. Смысл в прослеживаемости, если мы промаркировали, но розничная сеть не может, не в состоянии существующие онлайн кассовые аппараты, не в состоянии вывести этот продукт с рынка, получается у нас будет, образно говоря, некое кладбище этих промаркированных товаров. 50 человек в штате, офисы в регионах, но самое главное – существующие контракты. Это небольшая фирма, одна из первых в Кыргызстане, занимающаяся разработкой программного обеспечения и внедрения в производство цифровой маркировки. Бизнес новый, но перспективный. Отслеживание поступления товаров на отечественные и зарубежные рынки позволит сократить теневой оборот. Руководство предприятия говорит, что некоторые бизнесмены именно поэтому не хотят внедрять маркировку или просят ее отсрочки. Между тем, они, как разработчики системы электронной сертификации, готовы предложить оборудование от эконом до бизнес-класса. Многие предприниматели не понимают на данный момент, но есть те, которые это поняли. И тоже с нашей помощью, то, что мы именно вплоть до автоматизации их производств, вплоть до этого мы делаем, мы подошли к этому делу основательно. И хотим, чтобы и наша республика, она тоже шла в ногу со временем, используя вот такие цифровые решения. Чтобы решить проблему цифровой маркировки товаров, Российская Федерация выделит Кыргызстану 8 миллионов долларов. Соглашение об этом уже подписано между правительствами двух государств. Согласно документу, кыргызской стороне будет передана и полностью адаптирована информационная система маркировки. Ее главная задача – прослеживаемость произведенной продукции, а также борьба с контрафактными и контрабандными товарами. Российская техническая помощь выделена на безвозмездной основе. Бакыт Аман, Атамикен Бизнес, Кыргызстан.